Первенство Владимирской области, Аполье, город Юрьев-Польский, Добрыня, 1-3, 2-3, да, верно. Я уже немножко размечтался. В общем, победа над лидером команды из середины турнира таблицы. Дим, как тебе игра сегодня, как настроение вообще? Ну, настроение замечательное, выиграли в такой очень нервной, упорной борьбе. Так, поле достаточно тяжелое. С виду кажется, что ровно, идеально, хороший газон, но есть все равно свои нюансы. Игра такие нужна, они просто необходимы, так как команда вышла из третьей группы, вторая группа – это уже совсем другое абсолютно. Поэтому такая игра нам нужна. Несмотря на то, что сезон достаточно сложный, в плане подготовки очень ровно получился. Это когда все закрыли, не дали возможности тренироваться, потом тренировки восстановились, в разное состояние у всех. Потому что даже кто-то индивидуально готовился, все равно невозможно поддерживать вот этот тонус, когда в команде работаешь с мячами. Вот эта атмосфера вся. Ну, вот эти вот игры, которые, да, у нас там не все складывается в плане реализации, возможно. Вот. Но вот они, эти игры, они нужны. Сегодня игра показала, что у команды есть характер, желание бороться за болельщиков, которым хочется сказать огромное спасибо. За то, что они нас поддерживают, интересуются там жизнью команды. Вот. Тренерскому штабу огромное спасибо, потому что очень много делают, видно, как там ребята переживают. Ну, и, конечно, игрокам нашей команды, потому что ребята кто-то там через боль, через травму все выгрызали, выдержали. И результат он не заставил себя ждать три очка сегодня. Очень важный, очень нужный для нас. Мне посчастливилось побывать на прошлой игре после матчевой, скажем так, раздевалки, да, в которой было не все хорошо, был разговор на повышенных тонах. Вот. Скажи, как сегодня все прошло, удалось ли выполнить установку тренера и доволен ли тренер сегодня? Ну, тренеры, я думаю, результатом доволен, потому что добились победы. В плане игровой тактики не все получилось, потому что, опять же, есть некоторые моменты, на которые, ну, не стоит там оправдываться, естественно, да, наверное, вчера всегда начинали там свои собственные игры, но есть объективные нюансы, есть там необъективные нюансы того, что что-то получается, что-то не получается, но все-таки мы проводим разбор всех игр, но он все объясняет досконально, проводится полный анализ, и может быть в игре очень все напряженно, кажется, да, но по разборам видно, что у команды есть игра, есть определенный рисунок, просто вот какие-то там небольшие такие моменты, которые не позволяют, ну, вот, такой немножко добиваться хороших побед и не заканчивать концовку игры, ну, таких влюбленных нотов, там, как сегодня, как прошлая игра. Как тебе соперник сегодня? Соответствует ли Аполье уровню того места, которое занимает? То есть, он сейчас на первом месте, показал ли он лидерскую игру? Ну, я играл в этой команде пару лет назад. Хорошая команда, крепкая, наглая, очень такая, ну, кренастые ребята, которые просто так не отдают. Мечи не любят проигрывать в борьбе, вот, борются до конца, идут в стыке, абсолютно, там, не обращая на что внимание. Ну, вторая группа, она характерна тем, что команда, которая находится в лидерах, она может в любой момент проиграть абсолютно любую команду. Поэтому, я думаю, что, ну, не в обиду сопернику, все-таки мы должны были выиграть, и мы сделали свою работу. Вот, несмотря на то, что были там ошибки определенные. Ну, команда хорошая, ребята молодцы, я многих знаю, с некоторыми еще общаемся до сих пор, поэтому, ну, с такими командами играть приятно и необходимо играть, потому что, все-таки, становишься крепче, особенно, там, для молодежи, это необходимо. Как тебе изменения на стадионе Труд? Очень сильно он изменился, да? И как и для болельщиков, так, наверное, и для игроков. Ну, изменения, я с последнего моего приезда сюда, очень приятно все выглядит, впечатляет, скажем так, даже. Я думаю, что во Владимире было бы неплохо еще таких же там аренд сделать, чтобы занятие там спортом, футболом, в частности, было более доступным, чем есть там при нынешней ситуации, при тех ценах, которые там заворачивают. Иногда просто даже не подъем их и не оправдывают. В игре с Рубином и сегодня на поле вышли новички, да, ребята из юридического института, расскажи, как они вливаются в команду, есть ли какие-то проблемы в общении или что-то взаимопонимание, как притираются? Нет проблем, нет, ребята пришли, с Рубином, возможно, были там какие-то шероховатости, но это все ожидаем, потому что все-таки, как я еще сказал, пацаны просто в мясорубку попали, поэтому там от не ждать каких-то феноменальных там моментов было тяжело. Сегодня вышли, усилили, способствовали победе, поэтому очень хорошо, что подключаются парни крепкие, это необходимо команде, надо. Есть там и кадровые какие-то проблемы, у кого-то травмы, кто в армии, соответственно, такие парни нужны нам, чтобы на подхвате там где-то могли уже и нас там заменить, кого в возраст. Поэтому очень хорошо, что они в команде, вот, хорошо, что вкладываются, выкладываются, и поэтому отлично вливаются все, коллектив дружный, даже несмотря на то, что бывают там у нас какие-то разговоры, ну, скажем так, рабочие моменты на повышенных тонах, это нормально для рабочего мужского коллектива, то есть сыграли все, в общем, все отлично, поэтому очень здорово, что ребята появляются такие. Про кадровые проблемы ты упомянул, да, как сегодня вратарскую позицию Кирилл Романович закрыл, потому что Паши не было, и второй вратарь Данил Лаивин, наверное, не готов еще играть на таком уровне. Вот, и Ваня ходил последние минуты, именно говорил, терпи, Кирилл, терпи, то есть, ну, прямо рассчитывал на него. Как ты оценишь вот его игру? Кирилл, я думаю, что большой процент того, что сегодня выиграли, это его заслуга тоже. Ну, и мы перед игрой тоже с ребятами обсуждали, чтобы постараться его, можно сказать, разгрузить, чтобы не было там вообще на работу, потому что, опять же, есть там свои проблемы какие-то с травмами. Вот, все-таки Паш там, он и более молодой, более крепкий. Вот, ну, и Кирилл Романович сегодня показал себя во всей красе, скажем так. Поэтому, все, молодец. Вся команда отработала, поэтому, хорошая игра, хорошая победа, несмотря на то, что все сложновато где-то в каких-то моментах. Спасибо, Дима, поздравляю. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!